Привет, друзья! Пришло время очередного скетчбук-тура. Это уже четвертый, с тех пор, как я начала снимать свой первый скетчбук-тур, я не нарисовала ни единой страницы, ни в одном новом скетчбуке, начинаю уже переживать и нервничать, но у меня во-прежнему еще много, много изрисованного. Итак, этот скетчбук был начат в Америке. Первый раз я была в Америке около 10 лет назад, и вот в 19-м у нас получилось съездить практически на месяц, мы арендовали машину с мужем, и начиная с Калифорнии мы отправились в сторону центральной части Америки, проехали несколько штатов и вернулись обратно в Калифорнию, и это было очень-очень прикольно и интересно. Например, то, что там огромное количество медведей, и приходилось в каждом национальном парке буквально убирать все из машины, потому что информационные стенды пестрили фотографиями раскореченных, как-то разорванных в клочья машин, потому что медведи там очень любознательные. Начинается этот скетчбук почему-то, не могу понять, с Каньона, с Грэнд Каньона, при этом, видимо, у меня где-то был еще один, я уже что-то запамятила. В общем, да, это национальный парк Грэнд Каньон, и там было... там всегда потрясающе красиво, в этот раз не менее, там очень много индейского искусства. И там же я невероятно вдохновилась вообще историей создания, историей возникновения этого самого Каньона про реку Колорадо. Не знаю, слышали вы или нет, но, в общем, именно она стала причиной возникновения этого удивительного чуда природы. Я купила себе книгу, изобилующую картинками, фотографиями, какими-то данными. Ну, конечно же, я ее только начала читать там же в поездке и не продолжила, как и триллион других книг, но, надеюсь, когда-нибудь я к ней вернусь и смогу дать на нее рецензию. Ночевали мы по классике в кемпингах, вообще это давнишний и любимый способ путешествия по любым странам, более-менее цивилизованным. Везде есть кемпинги, везде есть офигенные условия для того, чтобы спать, и это все стоит в разы дешевле, чем любые гостиницы. Поэтому мы взяли с собой палатку. У нас есть палатка статичная на машине, на Амароке. Это пикап, и Миша прикрутил стальную конструкцию, к которой сейчас крепится палатка. И это всегда как такой домик на дереве, какая-то давнишняя детская мечта. Но у нас есть старая палатка, передвижная, можно так сказать. Вот она поехала с нами на другой континент, потому что пикап довольно сложно перевести. В Америку ради поездки. Примерно так выглядят все доступы в кемпинге. Вообще удивительно, я давно такого, вернее, наверное, даже нигде такого не встречала. Очень много, как, наверное, это называется, национальные кемпинги, где нету смотрителей. То есть они приезжают туда, возможно, даже не каждый день. Это рейнджеры. И как бы все на доверии. На входе буквально такие талончики, которые ты заполняешь, пишешь номер лицензии. Штат, номер места кемпсайта, который ты выбираешь, куда ты поставишь свою палатку. Указываешь количество ночей, в которых ты будешь находиться в Штатах. Ну и, собственно, когда ты заплатил. И в этот самый конвертик, это такой, вот этот пермит сделан в виде конверта, ты кладешь деньги, указанные на информационном стенде. То есть, например, за ночь 10 долларов. Ты такой, о, 3 ночи. Пишешь здесь 3 ночи, кладешь в этот конверт 30 долларов, и все, и ночуешь. Удивительность в том, что на самом деле можно ничего не класть. Если тебя не застукают, то как бы и отлично. Если застукают, можно всегда сказать, о, я бедный турист, первый день сегодня в Америке, не знал, как это работает. Ну, мы так ни разу не делали, но глобально поразительно. И все с радостью платят, потому что понимают, что иначе это не будет содержаться в такой чистоте. И это не будет так здорово и прекрасно выглядеть. И это уже мы переехали. Это не Grand Canyon. Это, по-моему, арки. Это национальный парк Arches. И у меня вообще много в этом скетчбуке таких недоделанных работ. Ничего не могу себе поделать. Я спешила. Мне было не до этого. Вагонвилл! Это супер милая, такой древний символ супермолодой страны Америки. Древний в кавычках, конечно. Но сейчас они стоят и имеют абсолютно какое-то утилитарное значение. То есть просто там можно... Такой туристический точка привлечения туристов. Но я не могла не нарисовать. Это было супер увлекательно и мило и интересно. Кажется, это было в Сан-Франциско. Там целый японский район. Изумительно. Мы как будто реально окунулись в какую-то крошечную улочку. А в Японии, где росли буквально деревья гинкобелоба, мои самые любимые, где все было в этих японских фонариках, каких-то японских современных музеях, какие-то торговые галереи. И, конечно же, полным-полно японской еды. Дедулечку нарисовала. Сидящего со спины. То есть когда мы долго ждем еду, я стараюсь провести время с пользой и поймать атмосферу. Это было в другом национальном парке. Если я не ошибаюсь, это был Юсемити. Но я могу сейчас уже запамятовать просто какой-то дом лесника или рейнджера. Смешная история. Был хайк. Мы поднялись, шли, может быть, минут 40 час до невероятного горного озера. Было, блин, безумно красиво. Никого не было. Буквально 2-3 туриста прошагали мимо нас. Тут случилась удивительнейшая мистическая история, когда спонтанно, то есть я как раз сидела, рисовала, мега умиротворенно. Миша сидел, игрался с муравьями. Я нарисовала эту сценку. Рядом с нами был камень полностью, то есть торчащий из воды, полностью окруженный водой. Он пересаживал туда муравьишек, игрался с арбинзонами и следил за их популяцией и жизнью. А я в это время рисовала пейзаж. И это было очень странно, потому что день был совершенно безветренный и ни с того ни с сего. Вдали от нас, на берегу, я даже не знаю, как это описать, вырос смерч. Его было очень хорошо видно. То есть спонтанно закрутился воздух в их храме и направился в сторону центра озера, собирая с собой какую-то листву, какие-то камешки. И потом он стал собирать в себя воду. И, в общем, это была такая удивительная подвижная конструкция в виде такого микросмерча. И это было очень странно, потому что мы сидели, и не было никакого ветра, ни малейшего дуновения. То есть я видела такие смерчи, не знаю, в Москве, во дворах, где близко поставлены друг другу дома, создают направление для воздуха, и там постоянно образуются такие микросмерчки. Но здесь не было ничего вообще предвещающего. И, в общем, он прошел все. Прошел до середины и просто исчез. И все это опало в воду, все, что он с собой взял. И это было так странно. Мы реально просто с отвалившимися челюстями убежали оттуда, думая, что это какой-то горный дух. Но было суперинтересно и увлекательно. Я очень хорошо помню этот момент. Почти все прорисованные детализированные рисунки были сделаны мной в кемпингах, потому что когда ты с дороги уставший ставишь палатку, отдыхаешь, и в целом до вечера, до темноты тебе особо нечего делать, вот тут приходит... Приходит время упоительного рисования для меня. Коа — это сеть прикольных американских кемпингов. Это прям сеть довольно большая. У них есть свое приложение, где можно бронировать места. Оно дороже, чем вот эти национальные кемпинги, где ты на веру платишь денежку в конверт. Это дороже. Ночь стоила примерно, если я боюсь собрать, но что-то типа на двоих, может быть, 40 долларов, или, может, даже на одного. Это все равно гораздо дешевле, чем гостиница, но тут уже и горячий душ, и всякие закрытые кухни, и, в общем, все-все-все возможные условия для комфортного нахождения. Как обычно, недорисованные здания. Это вид из окошка. Где-то под Нью-Йорком мы останавливались у прекрасных людей, которые согласились нас вписать на неделю. Это было удивительно. Буквально мы жили у них... Просто позвали нас пожить к себе, и это было очень круто, потому что неделя в Нью-Йорке разорила бы наш семейный бюджет. Абсолютно точно. И это вид из окошка. Вернее, вид с лесенки, с входной группы. Да как это, блин, по-человечески называется? Ну, вы поняли. С крылечка, вот. Это уже Дахаб. То есть, почему-то в Америке как-то очень мало было всего нарисовано, но я, правда, не исключаю тот факт, что есть где-то еще один скетчбук, и у меня было их с собой несколько. Тем не менее, это уже Дахаб. Прошлый год. И мы очень мило съездили довольно большой группой, я старалась рисовать побольше. Что-то я очень много историй, да, рассказываю. Наверное, надо что-то техническое. Но тут я попыталась лучи солнца нарисовать, в итоге запсиходелила это все, сделала какие-то странные цвета. Короче, получился полный отстой, потому что я попыталась проконтурить зачем-то солнечный свет. В общем, совершенно дурацкая идея. Зачем-то я сделала, ну, не оставила белым край облака. Сейчас бы я это сделала, конечно. Но, надо сказать, в свое оправдание, правда, были очень контрастные облака, очень яркий теплый свет, и, конечно же, край облака был теплым, а не белым. Но рисунку бы пошло на пользу небольшое искажение фактов. Мое здешнее искажение фактов совершенно не пошло ему на пользу. Получилась какая-то кутерьма. Я как-то запрятала это другими картинками, но меня все равно раздражает это солнышко. Тут уже какая-то тоже много-много разрозненных картиночек. Меня поразило, как арабские девушки купаются в морях, вообще в водоемах. То есть, не раздеваясь совершенно. В чем были, в том и зашли. Меня очень поразил этот факт. Я попыталась успеть их зарисовать, но что-то переконтрастила и подумала, что уже очень похоже на ночную картинку. Добавила ночного неба, конечно же, это было днем. Тут мы поехали в пустыню к бедуинам. Это Анатолий, один из наших редайверов, кто с нами был на курсе. Смотрит в бинокль, который я взяла у своего лучшего друга в поездку. Какие-то милые, по-моему, французские ребята. Тут смешная шутка про нашего инструктора Тёмыча. Записал ее, что-то не забыть, не буду сейчас рассказывать. Просто был классный момент. Это ночное небо в бинокль. Луна в бинокль. Это просто фантастика. Если у вас есть бинокль, и вы ни разу в жизни не смотрели на Луну, просто сделайте это. Это разрыв вообще всех шаблонов. И, по-моему, это называется Гало. Я могу ошибаться. Ну, в общем, прям невероятное свечение. Яркое, красновато-рыжее свечение вокруг Луны. И так как было облачно, что довольно удивительно для Дахаба, эти облака подсвечивались этим рыжим, ярким таким нимбом вокруг Луны. Было дико красиво. Тёмыч, наш инструктор, один из первых, кто уехал из Дахаба. Он очень переживал по этому поводу. Не могла не зарисовать его страдания. Тут хоть и не видно море, но, по-моему, довольно очевидно, что он смотрит на него с тоской. Какой-то неизвестный человек. Вообще, я люблю рисовать неизвестных людей. Знаете, я всё время привираю пропорции, и когда человек мне знаком, всегда неловко, что что-то я не так нарисовала. А так оно наверняка смешно зарисовало ворона, потому что мы арендовали дом в Дахабе, и там был свободный выход на крышу, и часть из нас время от времени ночевала на этой крыше. Ну, там тепло, и, в общем, проблем никаких. И с утра одного из моих товарищей укусил ворон. Как раз мы угорали и веселились по поводу бирд-вотчинга. У меня же был с собой бинокль. И ворона буквально прилетела к нам на крышу, села возле нас, подлетела близко-близко, немного и недолго думая поизучала ногу товарища, и куснула его за пятку. Это было настолько смешно. У меня есть видео. Может быть, я его даже смонтирую в это видео, если у меня получится. Вот так выглядит скетч, когда у меня есть пять минут на него. Вот так выглядит скетч, когда у меня есть сорок минут на него. И почему-то не умею я какую-то золотую середину выбирать. Классика. И звезды в инверсе. Это мои любимые созвездия. И это... Ну, не совсем созвездия. Это звездное скопление. Плеяда. Обожаю. А это мы научились разглядывать в бинокль Небулы. То есть туманности. Супер красиво в созвездии Ориона. Очень клевая туманность. Еще мы нашли Андромеду. Кажется, это все. Вот такой странный скетчбук. Очень много личных историй. Очень мало историй про техническую часть рисования. Но, как видите, из раза в раз моя стилистика не меняется. Поэтому, мне кажется, можно и так. Да? Наверное. Спасибо. Пока.